всем привет да вот у нас очередной разговор про разработку слегка прогиб слегка пропитон прежде чем я продолжу я наверно сделаю все таки два объявления у меня тут просили товарищи во первых проекту стрейс есть такой проект кто у нас в прошлом семестре слушал курс про разработку подлинных вспомнит вот проекту стрейс нужны студенты в google summer of code много рассказывать про google summer of code я не стану скажу скажу только что это такая возможность очень сильно прокачать экспу а если будете работать в проекте стрейс то вы реально прокачайте экспу за который google еще и платит немножко соответственно главная проблема в которой вы поможете уважаемым людям в том числе моим товарищем из проекта стрейс состоит в том что если не придете вы то обязательно придет какой-нибудь индийц или китаец вот к сожалению их всегда очень много у них такая позиция очень верный преданный буду работать зажрать скажи что делать вот и вот это вот самое скажи что делать оно конечно всю затею превращает в тыкву вот а хотелось бы люди с инициативой мозгами и желанием работать вот почитайте повнимательнее что там нужно есть контакты вот тут их как минимум двое вот они женится рамятников и земли значит второе объявление у нас образовался некоторый пока еще не на ком не не протестированный курс на погиб для папы game вот это видимо помните я обещал что что-нибудь сделаю пропагеем вне значит своего неудачной лекции в общем я ничего не сделал это был не я вот но тем не менее у нас есть готовится курс для старших школьников вот порог входной такой что надо знать питон на уровне чтобы мы могли написать программу нахождение второго максимума в массиве вот ну то есть условно имеясь некоторые некоторые некоторым образом развиты алгоритмическое мышление вот вот такого рода школьники могут принять участие в этой апробации обращайтесь в личку я вас перешлю на человека который этим курсом занимается все объявление закончено возвращаемся к нашей теме тема это работа с удаленным репозиторием честно говоря я хочу ее далеко не всю затронуть а подсократить чтобы у нас осталось побольше времени на тк интер а то в прошлый раз его практически не было поэтому для начала хочется сказать что вообще система контроль версии это не только контроль версии мы с вами уже видели что ну простейшая задача публикация исходников она тоже конечно же входит в задачи распределенной системы контроль версии да но публикация это же может быть просто такой ну глядите смотрите а может быть приложивший приглашение взаимодействия вот это самое взаимодействие к которому приглашает пользование гитом это и есть на самом деле главный такой главная по цель нашего нынешнего курса вот другое дело что к ней надо подобраться мы к ней подбираемся взаимодействие даже на уровне публикации взаимодействие вполне понятно как происходит мы публикуем не только сами исходники но и например всю историю их разработки комит ветки вот это все и вот это означает что человек который будет этим пользоваться он еще может ну как бы как-то встроиться в этот процесс ну и под собственным взаимодействием где те есть некоторое количество достаточное количество наработок но в частности то что мы с вами уже видели это формат патч и apply ну а м да который позволяет не просто вот эти самые комиты использовать в разработке какому-то стороннему человеку а еще и например обмениваться подобного рода кусочками которые как мы с вами видели являются просто обменом патчами да то есть вы можете взять и вести разработку совершенно параллельно другу безо всякого веб-сайта что важно да просто посылает друг другу патчи ну и имея некоторый доступ к публичным репозитория до которым не обязательно должен быть по протоколу хттп мы об этом сейчас с вами поговорим как вот то есть механика взаимодействия параллельных разработок там мержей вот этого всего то что мы в прошлый раз смотрели трехуровневая вот вы не три трехсторонний мир да и это все вполне проработанная вещь до дальнейшее изучение гита вам покажет что сделать может только а вот собственно организация каналов обмена информацией да как именно вы будете пересылать эти патчи как именно вы будете друг с другом чатиться и это все понятие гит не входит вообще гид таких вещей не умеет не должен иметь вообще никакого отношения к этому не имеет организация инструмента организации взаимодействия самого собственно взаимодействия не контента это взаимодействие по change и коммент и само взаимодействие в гид не входит совсем изначале где за дизайнер для того чтобы обмениваться такой штука по электронной почте потому что электронная почта это универсальная штука которая группу в у всех есть вопрос пользуетесь ли вы ей как основным инструментом информационном обмена или нет и другой вопрос Но то, что у вас, скорее всего, есть электронная почта, это залогинились в Google, у вас есть электронная почта на Google, залогинились, извините, в Яндекс, у вас есть электронная почта на Яндексе. Но это не значит, что не существует других каналов и даже специальных инструментариев, довольно сложных, по тому, как организовать этот обмен информацией, социальное взаимодействие и вообще вот это все. И об этом мы постараемся поговорить в следующих лекциях. К сожалению, эти инструменты, в отличие от гита, который как бы гит один на всех, они специфичны. Скажем, инструменты такого взаимодействия на гитхабе совершенно свои, они могут быть очень похожи на инструменты такого взаимодействия на гитлабе или инструменты такого взаимодействия, который используется в комьюнити, не рассчитывающие на движки типа гитхаба и гитлаб. Но, тем не менее, они все время разные и могут быть похожи, но они разные. Сначала простую вещь. Простая вещь состоит в том, что мы с вами уже на самом деле делали много раз. Простая вещь состоит в том, что когда у вас есть публичный репозиторий, ну скажем, вот такой, вы можете его склонировать. Давайте мы сейчас переключимся на... Вы можете его склонировать. Вот. Давайте ради интереса сделаем вот так вот сначала. Вот. Там, правда, такое уже есть, но сейчас мы что-нибудь придумаем. Вот. Вот, пожалуйста, склонировали репозиторий, что-то с ним сделали. Ну или даже не так. Клонирование – это однократная операция. Это мы сначала сделали гитпул. Вот. А потом что-то похакали и сделали гитпуш. Значит, давайте прям проделать, просто чтобы было понятно. Чего бы такое похакать. А давайте мы... У меня где-то тут разработка была прямо открыта. Открыта. Во. Ну вот тут какое-то количество... Это не нужно. Ну вот. Вот тут какое-то количество файлов. Давайте мы их закоммитим. Давайте сначала посмотрим, какой репозиторий используется в качестве минус-в. Вот. Ну вот это он же. Вот команда гитремот минус-в вам говорит, что у нас в качестве репозитория удаленного публикации используется репозиторий с названием по умолчанию origin, который находится вот здесь. Вот. Обратите внимание, что протокол доступа к нему другой. Не хаттпс, как мы с вами делали, а вот такой. Вот. Об этом мы тоже попытаемся сегодня поговорить. Ну и процесс взаимодействия выглядит примерно... А, да. Ну, заодно, раз что мы посмотрели это, можно, наверное, в гитконфиге это посмотреть. Вот он. Описание origin. Вот. Вот. Обратите, кстати, внимание на то, как, из каких соображений принимается решение, куда фич, куда пуш. Поскольку у нас есть один-единственный ремонт, у него, про него описан фич. Да вот. А по умолчанию пуш туда же. Мы, в принципе, можем их разделить, но это чуть позже. Ну так вот, мы делаем гитпул. Ну, он говорит, что все нормально, ничего там не изменилось. О, поменилось. Поменялось что-то такое. Хорошо. Мы что-то хакаем. Похакали. Появилось три новых файла. И мы счет запушили. Вот. Значит, пул и пуш, собственно, это взаимодействие с удаленным репозиторием. Причем, пул, это на самом деле составная команда, которая состоит из gitfetch, при которой обновляется репозиторий. Ну, тут сейчас мы этого не видим. Вот здесь мы это видели. При которой обновляется репозиторий. Мы из удаленного репозитория выкачиваем все коммиты, все ветки, вообще все деревья, которые там были, в локальный. С дальнейшим мержем текущего дерева, текущего ветки разработки, которой соответствует рабочая копия, мержем с вот этим. То есть, некоторой основной веткой, branch main. О, Господи, почему main? Значит, все переименовали уже из мастера в main. Господи. Да. Раньше он был мастер. Теперь он main. Вот зверство. Из branch по умолчанию мержемся мы с конкретно хедом от ветки main. Вот. Поэтому, когда мы говорим git pool, мы сначала просто синхронизируем репозиторию, а потом говорим git merch, вот это место. Это место определяется, какой там будет commit ID, и вот с этим местом в разработке мы, собственно, и мержемся. Вот. И дальше это по кругу. В результате у нас в публичном репозитории публикуются результаты нашего... Ну, давайте сейчас посмотрим. Публикуются результаты нашей разработки. Вот они. Там есть коммиты. Ну, вот это все. Вот коммиты. А, да-да-да-да-да-да. Спасибо. И вот в это место надо тыкать. Спасибо большое. Обратите внимание на то, что тут два разных коммитера, хотя на самом деле это один и тот же я. Потому что вот это, это то, как я залогинился и как я подключился к... к этому репозиторию в марте, ну, в смысле не в марте, а начиная с 18 февраля. А вот это, я так понимаю, изменение, которое я сделал прямо из веб-интерфейса гитхаба, и это, собственно, пользователь гитхаба. То есть это два, как бы, разных немножко коммитера. Просто я это сделал оттуда и оттуда. Ну, вот. Значит, и это что касаемо простейшего цикла, который... Pool, Commit, Push. Обратите внимание на то, что нам, когда мы говорили... Ну, это из этой конфигурации непонятно, а вот когда мы говорили что-то типа gitremote-v, было видно, что у нас настройка, откуда фетчатся, и настройка, куда пушить, в принципе, может быть разрулена. Мы можем взять и устроить такой конвейер, когда я всасываю исходники с одного репозитория, опубликую в другой, и, например, тот, из которого я всасываю фетч, он вполне может быть редонли, но вообще может быть не моим. Он может быть в публичной репозитории какого-то моего сотрудника, у которого я, значит, начальник, занимающийся код-ревью. Ну, или не начальник, а просто человек, занимающийся код-ревью. Вот. А потом я пушу в свой публичный репозиторий, собственно, то, что я померзил у товарища, и, значит, вот. Давайте мы вот что сделаем. Все-таки надо это сделать. Давайте я прокручу этот фетч и мерч отдельно. Для этого мне надо зайти на гитхабовский репозиторий вот сюда, и вот. Предактировать, сделать какой-нибудь коммит. Закоммитить. Ничего особо можно не сделать. Вот. И теперь давайте, давайте выполним вручную аналог операции пул, но сначала фетч, потом мерч. Гит фетч. Вот он всосал коммит. Сказал, что, ребята, origin main у вас обновился. Обновился. Вот он. У нас есть ветка main. Непривычно видеть main вместо мастера. Вот. И у нас есть origin main, у которого есть голова. И вот если мы скажем сейчас git div, мы увидим, что текущее положение вещей в нашем репозитории такое, что удаленная ветка, которая origin main, впереди. div. Удаленная ветка. Вот. Удаленная ветка, впереди нашей ветки, на один шаг. Вот. И мы даже знаем, мы даже в результате фетча можем посмотреть этот код, можем с ним подифиться, но наша текущая ветка, которая синхронизируется ровно с той удаленной, отстает. Отвечаю на вопрос, коммиты сайта ничем не отличаются от коммитов с локальной копией. Вообще неправильно судить про коммиты, как про коммиты, которые приходят с сайта или приходят с локальной копией. Локальная копия это всего лишь то место, где вы работаете. Вы формируете некий коммит, и это такой объект. Способ, которым этот объект попадает в репозиторий, может быть разным. Вы можете его закоммитить в локальный репозиторий и потом запушить на сайт. Вы можете воспользоваться каким-то текстовым редактором сайта. Вы можете запустить git.am и прикоммитить этот коммит из текстового файла, к которому он вам приехал, ну и так дальше. Да, реквизионный экран действует действительно впечатляюще, но у нас разговор про другое. Ну вот, значит, теперь мы должны просто помежиться с этим самым originMain. Что мы сейчас делаем? Мы синхронизируем локальную ветку под названием main с удаленной веткой под названием main, которую мы в данный момент уже засинкали с помощью gitfetch. И к нам приезжает вот это само изменение, которое, собственно, мы сделали в другом месте. Вот, пожалуйста, вся эта механика раскрыта. О чем мы пока что говорить, наверное, не будем, потому что для этого нужны совместные упражнения, но имеет смысл поговорить, ну, скажем так, имеет смысл упомянуть. Это что в действительности, вообще говоря, у вас всегда несколько репозиторий. У вас всегда есть репозиторий, ну, например, ваш публичный. И если вы, например, не сами один от начала до конца автор этого приложения, а я, например, как человек, который монтанит пакеты в нашем сообществе. Хорошо, Андрей, сейчас про gitremotaтор расскажу. Это как раз то, о чем я сейчас рассказываю на самом деле. Вот. Я, например, как человек, который монтанит пакеты в сообществе, очень часто редактирую, ну, условно говоря, чужой репозиторий. То есть у меня есть, как бы, репозиторий Абстрима, то есть тех разработчиков, которые делают некоторый продукт. И мой публичный репозиторий, в котором я дохакиваю этот продукт, чтобы он был полноценным альтинуксовским пакетом. Значит, это означает, что у меня в том месте, где я работаю, всегда более одного репозитория. Давайте посмотрим, есть ли такие сейчас у меня... Тут вот. Возможно, нету. Возможно, нету. Хотя, конечно, это было бы обидно. Секундочку. Да, тут, похоже, нету. Жалко. Ну, хорошо. Сейчас я что-нибудь придумаю, или, по крайней мере, покажу, как это делается. Ну, давайте, давайте, не мудрство и лукаво, просто с нуля что-нибудь придумаем. Возьмем какой-нибудь исходник, ну, скажем, вот этот. Да? Склонируем его. Вот. Даже не так. Вот. Заодно отвечу на вопрос Андрея. Значит, как работать с AppStream'ом? Да, у нас есть удаленный репозиторий, у него есть чужой, и мы хотим к нему присоединиться. Повторяю, что мы сейчас не пользуемся машинерией, которая предлагает веб-интерфейс GitHub'а, а пользуемся чисто командами GitHub'а, потому что, как было сказано в начале сегодняшнего разговора, Git предоставляет все, что необходимо для работы с контентом, да, он единственное, что не предоставляет, это не предоставляет канал обмена информацией, и вот таким каналом, в числе прочего, является машинерия вот этого веб-интерфейса. Вот, допустим, есть некоторые репозитории на GitHub'е, которые мы хотим повторить. Ну, давайте создадим какую-нибудь репозиторию. Я, кстати, в последнее время пользуюсь в качестве портала и хранилища моих Git-репозиториев проектом SourceHUD, не GitHub'ом и не GitLab'ом. SourceHUD минималистичный, очень маленький, свободный, то есть вы можете свой собственный SourceHUD запустить. Как-то он монетизируется, тот, которым я сейчас пользуюсь, это не мой instance, это настоящий Source.HUD, вот, в нем минимум всего, и в этом смысле он более познаваем, чем бесконечный GitHub или эзотеричный GitLab. Ну, вот, ну, чего, давайте сейчас что-нибудь создадим. Create new project. Создадим какой-нибудь test project. А, не-не-не-не-не-не. Да, опишем его. Ну, так и пока не будем. Он публичный. Вот. И вот наш репозиторик ГГЦЛИ. Он совершенно пустенький. Вот он. Вот, мы его сейчас склонируем. Можно так, можно сяк. Ну, допустим, вот мы второму способу. Гидклон. Шмяк. Обратите внимание, что совершенно пустенький репозиторий. Вот он у нас на SourceHUD. Вот, давайте мы туда зайдем. У нас есть AppStream. Вот он, этот AppStream. То, что он хранится на GitHub, в данном случае, совершенно не важно. Важно то, что мы хотим с ним синхронизироваться. Давайте это сделаем. Давайте мы добавим вот это в качестве еще одного ремоута. Да, смотрите. У нас сейчас вот такой ремоут. А мы еще, скажем, git remote от, ну, скажем, назовем его AppStream. Вот такую штуку. Обратите внимание, что у нас появился еще два, две записи вида фетч и пуш. Пушить мы туда не можем, потому что у нас доступа к этому репозиторию нет. А вот фетчиться мы оттуда можем. Теперь мы можем взять и пофетчить все, что лежит вот в этом удаленном репозитории, который называется AppStream, путем либо команды git fetch, там, с нужными параметрами, либо команды git remote, git remote, update. Вот. Что сейчас происходит? Git проходит по всем нашим объявленным ремоутам. Сколько их у нас ни на есть. Видали, сколько их? Таги какие-то. Вот. Проходит по всем объявленным нашим ремоутам. И fetch их всех в локальной репозитории. Это не означает, что у нас что-то происходит с рабочей копией, потому что рабочая копия у нас вполне себе, вполне себе никакая. Вот. Поскольку у нас сейчас репозиторий, в детках, в которой мы сейчас сидим, в состоянии no commis, это означает, что чисто теоретически она по истории совпадает с абсолютно любой историей разработки. Ну, потому что, как известно, это ну и во сколько угодно, раз меньше любого числа. Ну, или больше. Нет, меньше. Вот. Поэтому мы можем взять и сказать git merge upstream. Если мы скажем просто upstream, давайте попробуем сначала посмотреть, что у нас в настройках. Вот. Если мы скажем просто upstream, то у нас произойдет fetch вот отсюда. Вот. Давайте попробуем. Git merge upstream. А, pull. Сейчас. Хороший вопрос, какая у них базовая ветка. Trunk. Ветка называется trunk. Хорошо. О! Обратите внимание, что за счет этой мгновенно произошедшей операции у нас в рабочей копии образовалось образовался она еще и на го написано, ужас какой. Образовалось образовалось дерево исходника в соответствующей ветке upstream trunk. Вот. Теперь мы можем все это запушить. И все это все это добро приедет к нам на удаленное хранилище. Вот. В туда, куда где мы собственно ведем разработку. После чего мы вполне можем работать с этими двумя удаленными репозиториями. Один upstream на редонли. Один наш для публикации. Вот этот. Вот он. Да? О! Смотрите. Redmi там приехала. Все дела. Смотрите, какая красотища. Вот. Да, значит вносить какие-то свои правки, публиковать их, межиться с обновлениями upstream опубликовать эти обновления. Ну и так далее. Мне кажется, я ответил на вопрос Андрея. Как это происходит? Значит, мы, наверное, если успеем в этом семестре еще поговорим про эти ремонты. Значит, у нас просто кончилось время, которое я отвел на разговор про гид на сегодня. Значит, давайте докончим с этим самым с ремонтами. Ремонтов может быть не один, а много. В смысле, не два, а много. Если вы, собственно, выполняете задачу мержа различных разработок в единое дерево. Ну, как Linux в свое время. Или как Greg сейчас. То есть, люди работают, над ними сидят, они что-то делают в своих публичных репозиториях, а вы, как более или менее главный, Глеб тут советует вместо head писать просто собачка. Это будет проще. В тех местах, где я писал head. Да, естественно. Прочитал тут. Ну вот. Значит, можно организовать целый такой орграф. Можно и не граф, можно и сеть, но лучше граф. Из таких низовых репозиторий, где идет разработка, потом следующий уровень, где идет мерж по подсистемам, потом следующий уровень, где идет мерж все в одно место и потом публикуется. Так можно устраивать, собственно, социальную структуру вашего проекта, про которую мы, видимо, поговорим потом. Важный момент, про который я не очень понимал, когда готовил лекцию, рассказывать много или мало. По всей видимости, буду рассказывать мало, просто потому, что не хватает времени. Вот. Если будет отдельный запрос, просто пишите мне даже не в личку, а в группу нашу телеграммную в чатах, если будет запрос и нужно будет про Secure Shell поговорить отдельно, у нас, в принципе, была такая лекция в прошлом году на разработке по Linux. Вот. То я посмотрю и либо пошлю вас в эту лекцию про разработку по Linux, либо действительно сделаю еще одну. А так, пока что я разговариваю из соображений, что вы более или менее знаете про Secure Shell. Вот. тут Глеб поправляет меня, что Linux до сих пор мержит тысячи коммитов. Действительно, это я его из Гвида спутал. Вот. Ну, в общем, вот. Linux ничего не пишет, только мержит. Вот он как раз на вершине такой пирамиды ядра Linux сидит и мержит. Да. Значит, маленький большой кусок про то, как работать с удаленными гид-репозиториями, если вы не используете соответствующий портал. Смотрите. Как мы с вами видели, можно получить доступ к удаленному репозиторию по HTTPS. Правда, я ни разу это не показывал, но я думаю, что вы это делали сами. И тогда вам каждый раз при пуше придется вводить пароль. Да? Я вот смотрю, SourceHut умеет по HTTPS клонить. Не умеет. Ответ на вопрос, как Linux определяет, что мержит, а что нет. В своем неподражаемом стиле, вот, за который его тут в последнее время любят поругивать и даже очень сильно поругивать. Он видит, что кот галимый и говорит, не, ребята, в нашем детском саду так не принято. В нашем детском саду патчи из ваших яселек мы не возьмем. Ну, что-нибудь такое. Предполагается, что он понимает, о чем речь. Он ядро написал. Да, значит, СССР. Давайте я расскажу или покажу, как это выглядит в другой вселенной, вселенной без браузеров, или, по крайней мере, без браузеров, которые работают с ГИТом. Вот у меня есть какой-нибудь удаленный машина, которая служит мне публичным репозиторием. Почему она служит мне публичным репозиторием? Вопрос, который сейчас не обсуждается. Например, потому что поверх того места, куда я публикую свой исходник, запущен какой-то веб-браузер или какая-то смотрелка типа ГИТ-Веба. Кстати, я хотел про ГИТ-Веб рассказать, но, видимо, в следующий раз придется. Забыл подготовиться. Надо не забыть. Вот. Как, короче, что-то, что публикует, что показывает это наружу. Для меня вот эта удаленность репозиторий публична. Ну, допустим, вот такой. Давайте здесь сделаем репозиторий. Вот. И сделаем у ГИТ-ИНИТ с важным ключом минус-минус Б. Значит, что такое ключ минус-минус Б? Очень просто понять, что такое ключ минус-минус Б, если сказать ЛС в данном репозитории, вы увидите, что это, собственно, только репозиторий без рабочей копии. Здесь нету подкатал... Вот это содержимое, которое в обычных случаях лежит под каталоги .git. Почему я сделал БР-репозиторий? Потому что, если бы я сделал репозиторий обычный, с рабочей копией, благо это происходит просто на удаленном компьютере, обратите внимание, я перелогинился на удаленный компьютер, да, то если вдруг кто-то, например, я, вознамерится работать на этом удаленном компьютере с этим репозиторием и что-то поменяет в рабочей копии, то попытка с ним сохранизоваться вызовет конфликт. У нас есть ветка, есть измененная рабочая копия, что с ней делать? Все вот эти изменения выбрасывать, когда я делаю пуш? Или что? В общем, рекомендуется, если вы используете репозиторий публичный для его демонстрации, заводить его BR, а если вы хотите в нем еще и работать, то есть иметь рабочую копию, включать соответствующую настройку, я забыл какую, ну, в общем, которая запрещает модификацию этого рабочей копии от репозитории. Вот у нас есть пустой репозиторий. Отлично. Теперь давайте его склонируем и склонируем мы его с помощью протокола ССХ, который, кстати, сказать, в ГИТе чуть ли не по умолчанию встроен, если мы скажем вот так вот, тока, секунду, обратите внимание, что сейчас произошло. Произошло подключение к удаленному хосту по тому же сам протокол ССХ. Произошло клонирование репозитория, который лежит просто в файлной системе под названием и сорцене Юрия. Пообратите внимание, вот мы его тут создали. Вот. Давайте мы что-нибудь в нем напишем. Традиционно. да, обратите внимание, как это выглядит в git-конфиге. Точно так же. Точно так же оно выглядит в git-конфиге. Протокол ССХ. Ну и git-пуш. Обращаю ваше внимание также на то, что у меня вот тут вылезает вот такая картинка каждый раз, когда я использую ССХ. Это такая настройка ССХ, которая позволяет выводить не просто фингерпринт, а еще и его, так сказать, графическое представление. Вот. Оно нужно для ситуации, когда вы хотите отловить внезапный, ну не знаю, там атаку типа Man in the Middle. Вот. В частности, когда вы логините и каждый раз видите одну картинку, вы ее визуально запоминаете, это похоже на толстую стрелочку вправо-вниз. Видите, вот одна линия, вторая линия и такая, значит, явная стрелочка. Вот. И если я выполняю эту операцию тысячу раз, вижу вот эту стрелочку, то на тысячу первый раз вижу какой-то тут совершенно другой кракозяблик, а они очень разные, вот эти графические ключи, я сразу забью тревогу и, значит, сполошусь. Вот. Если вы действительно заморачивайтесь безопасностью, пользуетесь еще по системе ССХ Аскпас. Это все я сегодня объяснять не буду, просто показываю, как это выглядит. Обратите внимание на то, что у нас есть лог, на удаленном репозитории у нас тоже уже есть лог, вот он, тот же самый, у нас обновились объекты в этом самом репозитории, вот они все, три, вы помните, да, что первоначальный коммит, когда заводится только один файл, это три объекта, это blob, собственно, сам файл, это три, и это коммит, вот они тут три есть, мы про это говорили, пошли, вот, ну и дальше, в общем, вот он этот репозиторий, который можно даже взять и склонить, вот так вот, дисклон, вот пожалуйста, вот, обратите внимание, что для него ремоутом является просто соседний, соседний каталог, вот, Глеб жалуется, что у него визуальное распознавание не работает совсем, у меня вот оно работает, я давно это знаю, я вообще запоминаю в основном картинки и всякие бензотерапии, национальные штуки, а всякую информацию запоминаю с трудом, вот, именно поэтому я, наверное, больше преподаю, чем разрабатываю, ну, не важно, значит, ну, кто не умеет работать, учит вот это все. Вот так вот выглядят публикации удаленного репозитория и работа с ним, если вы вообще никак не завязаны на какой бы то ни было портал, при этом было бы неплохо с той стороны еще какой-то гитвеб запустить, я не подготовил этот момент, давайте оставим на следующий раз, в следующий раз покажу. Это тоже, это тоже совсем-совсем просто, там есть один подводный грабель, вот, и именно его я боюсь на него наступить сейчас, если делать это без подготовки, а в следующий раз я его опишу. Вот, на этом, наверное, я про гид удаленный, первый маленький кусочек про удаленный репозиторий заканчиваю, а то у нас уже опять традиционно нету времени на что остальное. Вот, давайте поговорим про TK-Inter. В принципе, я бы хотел про TK-Inter в следующий раз уже закончить, то есть, оставить вам на самостоятельное изучение большую его часть, если вы его хотите, конечно, потому что можете его и не хотеть. Вот, сегодня мы поговорим про всякие такие базовые штуки, которые делают TK-Inter собственно нормальной событийной средой, ну или, так скажем, приличной событийной средой. Вот, а в следующий раз я расскажу про всякие замороченные вещи просто ради того, чтобы вы понимали, что в любом виджет-сете, который вы используете, не все так просто и почти наверняка встречаются мозгоемкие, хорошее слово, мозгоемкие, мозгоемкие и замороченные вещи. Первое, что хочется рассказать про TK-Inter, и это, так называемые, общепеременные, я их, кажется, приводил в пример где-то, но явно на них не сосредотачивался, а это вещь интересная. Значит, ну, это я тут написал скриптик, который называется MozVim, предназначен совершенно для других вещей, он предназначен для редактирования страничек в Виме, страничек Вики в Виме, вот этого. Ну вот, ну, потом я его немножко обмазал и, в частности, придумал шаблон для TK-Inter. Вот такой шаблон, как видите, в котором создается окошечко, сразу оно тюнится, чтобы оно было resizable, вот, сразу создается метод Create Widgets, и ни одного виджета не создается, в результате получается вот такая приложенька, если кто видит окошко с приложенькой, тот молодец, потому что вот оно. Ну, раз в нем ни одного виджета, и оно уже отбиометриное, это значит, что оно показывается минимально возможным размером. Вот в этом виджете мы сейчас создадим следующие штуки. И это тот самый, тот самый, тот самый общепеременная, так называемый, общепеременная, которая называется в нашем учебнике Control Variables, она у нас старинговая. Что такое общепеременная? Фактически, это переменная языка программирования TCL, обладающая свойствами универсального присутствия внутри всех объектов, в которых она объявлена. То есть, мы сейчас возьмем, смотрите, ну, допустим, что там в примерах, Option Menu и Label, да? смотрите, мы объявили лейбл, в котором вместо текста вписали текст в рейбл. Что такое, что это означает? Это означает, что текст в этом лейбле будет взят из вот этой переменной s. Ну, давайте. И то же самое сейчас мы сделаем, ну, скажем, с Option Menu, да? Есть такой прекрасный виджет, который называется Option Menu. Он выглядит вот так, вот, и у него нет возможности по-другому задать связь с ним, как указав конкретный текст variable, который в нем будет жить. Поэтому мы сейчас скажем tkOptionMenu. tkOptionMenu. Self. Дальше у него идет параметр variable, то есть переменная, то есть self-earth. А дальше идет, по-моему, просто через запятую тупо список. Давайте так сделаем. Вот так сделаем. Да что ж такое-то? Тороплюсь. Вот. Ну и загридим их, да? Self. Точка. И эльтгрид. Дайте, не думай, их в столбик загридим, да? Ой. И m тоже. Че мы добились? Мы добились довольно... Ой. Лабел с маленькой буквы. Мы добились довольно забавной штуки. О. Вот она. То есть, мы добились ситуации, при которой в лейбле и в общем меню в качестве текста используется одна и та же переменная. Изменение этой переменной экстраполируется на все виджеты, в которых она встречается. Мы даже можем вот так сказать. О. Смотрите. Ну, понятно, без практики является не это, а вот такое, да? чтобы вас не путать. Вот. Вот это правильная практика, потому что, ну, тогда вы сделаете выбор из того, что есть. вот вот такие пироги. И это значит, что касаемо общих переменных. Теперь довольно важный и на самом деле главный на сегодня тема это событие. Мы уже с вами знаем, что в виджете есть возможность присоединить к нему такое действие по умолчанию. Ну, вот смотрите. давайте мы еще кнопочку заведем. Да. Вот в этом месте мы должны сказать command и передать ему функцию, которая будет вызвана, когда мы кликнем этой кнопочкой. Ну, какую-нибудь вот такую функцию. Так. И тоже загридим ее. Давайте мы что-ли сделаем здесь колу мны равняется 1 мны. Мны я сказал ров равняется 0 и здесь тоже. колу ай-ай-ай-ай-ай-ай мны равняется 2 а ров равняется шмяк коммнд что еще? колу нумы все-таки нумы я написал. Очень люблю слово очень люблю слово колу нумы о ну тут плохо видно потому что мы запустили его в режиме минус и давайте сделаем вот так вот чтобы было виднее когда мы нажимаем квит вызывается функция self-master квит и вываливается и это простой способ прилепить обработчик к кнопочке но не единственный не единственный способ потому что можно прилепить универсальный обработчик событий события это такая штука которая пролетает мимо ваших виджетов и в тот момент когда она мимо них пролетает к ней можно привязать обработчик классический подход моделирования событийного программирования в классическом языке несобытийном которым является питом сделаем мейнлуп этот мейнлуп напоминаю в случае теканетра вообще от нас скрыт в этом мейнлупе будут происходить какие-то события эти события будут как-то диспетчеризироваться по нашим акторам и этим акторам эти события будут прилетать выглядит примерно так давайте посмотрим чуть дальше вот мы можем прибиндить к событию которое здесь описывается какую-то функцию давайте мы сейчас сделаем здесь сделаем что-нибудь типа вот такого дев dump self args quarks print self ну self не нужен потому что он всегда одинаковый да args quarks и давайте к этой кнопочке привяжем еще такую штуку self точка ку точка бинт чего например движение мыши motion мацион неважно какой какой просто motion да и обработчик обработчик сел в дом что мы сейчас сделали мы заставили кнопку кнопку вот эту кнопку quit обрабатывать события motion давайте посмотрим как это происходит о когда я проножу кнопочку над мышечку над этой кнопочкой каждый раз когда я это делаю дергается обработчик ему приезжает событие то есть объект типа события у которого есть два поля x и y то есть координаты относительные координаты обратите внимание относительные координаты относительно левого верхнего угла нашего виджета который вот это делает вот дэнс дэнс а вот вот особенность особенность этого самого тыкаинтера я уже говорил что если запускать его в интерактивном питон уже останавливается обработчик все еще висит надо отдельно с этим работать но как видите при обычном запуске такого не происходит вот теперь немножко про это значит про обработчик самих событий довольно много разных вот они в тк-интри и это не все самих событий в тк очень много вот события моушен которые мы с вами использовали есть события нажатия на клавишу кипки есть даже события нажатия на кнопочку баттон баттон релиз есть всякие события связанные с состоянием виджета например активейт дестрой экспоз когда он показывается да вот есть события связанные с фокусом про фокус мы поговорим чуть позже вот ну и так дальше и так дальше почитайте внимательнее эти события могут быть более специфицированные модифицированные вот например вы говорите не просто кейпресс а говорите кейпресс это значит что наш кнопочка будет обрабатывать только нажатие на букву x вы говорите баттон 1 это значит что наш кнопочка будет обрабатывать нажать только на первую кнопку вот эти модификаторы как видите бывает еще если вы хотите чтобы ваше событие обрабатывало все кнопки надо писать кейпресс вот давайте мы сейчас сделаем такую штуку и у страны сделаем вот так ну ивент равняется да значит события это просто строчки потому что они транслируют потом в тесельные события вот это просто строчки которые называются со скобочками это вот их такой свой так так принято ну вот строчки со скобочками давайте смотреть ну во первых self-master self.self self self-l self.m и self.q ну ивент ивент ну допустим там что мы сейчас сделали мы зарегистрировали обработчики пресса у всех виджетов которые у нас есть у рутового окошка точнее у фрейма который для нас мастер вот нет фрейм это мы у рутового окошка да ткшного у нас у лейба у этого самого мы опшен меню и у значит кнопочки квит давайте посмотрим кто и как из них обрабатывает события или кей пресс что тебе не нравится потому что надо было написать self-dump опять кей пресс чё чё не тайно писал что я написал неправильно пресс большой буквы к сожалению такие вещи тут играют роль ну-ка да смотрите я нажимаю клавишу и у меня приезжают события некий пресс правда непонятно кому она приезжает да непонятно сейчас попробуем это сделать тут нас подстерегает одна проблема предположим мы хотим передать вот сюда еще и объект да вот вот этот дамп должен принимать еще объект в который приехало событие сейчас отвечу на вопрос но сначала дорасскажу мысль значит эта проблема чисто питоновская мы с ней встречались она называется проблему позднего связывания предположим мы хотим чтобы у нас вызывалась функция дамп который передается еще и вот этот обжиг в качестве параметра то есть мы делаем что-нибудь такого для дамп 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 казалось бы все все чики-пуки у нас будет приезжать в события дамп сначала первым параметром объект которому приезжает это самое событие а потом еще нажал на крыль дамп 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 потому почему ответ позднее связывание когда мы формируем эту лямбду у нас вот тут написано этот обж этот обж к тому моменту когда мы заканчиваем работу равен self.q вот это self.q всем вариантам этой фигни приезжает увы и ах мы так написали мы вот здесь вот написали обж этот обж по окончанию кода равен self.q именно этот self.q туда и приезжает для того чтобы такой штуки не происходило чтобы происходило замыкание нам нужно чтобы не происходило замыкание нам нужно сделать так чтобы собственно вместо замыкания приезжало текущее значение объекта obj и я сейчас подумаю как это сделать я думаю что можно сделать сначала попробуем вот так вот я не уверен не уверен я что это правда и это неправда так не работает окей тогда попробуем посложнее сделать dev handler звездочка args общ равняется общ здесь собственно сел в дом ну вот как то так да здесь собственно тогда просто пишем handler ну-ка хан лера когда хан лдер а теперь работает а может и раньше работала можете отчет путаю извините просто проверить нет раньше не работал хорошо вот значит напоминаю что мы тем самым побороли вариант позднего связывания и образования замыкания с единственным объектом obj внутри потому что мы этот объект теперь передаем по значению ну в смысле каждый передаем его при создании функции каждый раз ну вот теперь 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 все хорошо вот значит обратите внимание я к чему это все затеял обратите внимание как у стороны диспетчеряция диспетчеризация событий если я просто нажимаю на клавишу какую-то то как видите где моя мышка не находилась события нажатия на клавишу приезжает на самом деле рутовом окошку то есть это вот этот объект у нас принимает это событие видите если я перемещаю фокус перемещаю фокус скажем на кнопочку quit вот она видите немножко обернулась рамочкой то события принимают сразу два виджета тот виджет на котором зафиксирован фокус это наш баттон вот он и тот виджет который под ним это наше окошко токаинтер видите у меня к сожалению в данный момент только один виджет принимает фокус но мы можем это исправить сказавшие допустим лейблу что он тоже принимает фокус ну и еще на всякий случай ему надо сейчас скажу что у меня тут шпаргалка есть сейчас скажу что ему надо еще написать вот такую фигню чё вот халат тикно сравняется ну хотя бы один ну лучше два вам будет виднее что это такое лейбл в принципе фокуса не принимает ему незачем принимать клавиатурные события фокус с точки зрения тк интер и только с точки зрения тк интер это его внутренняя штука вот значит фокус с точки зрения тк интер это способность принимать клавиатурные события и собственно про них у нас сейчас речи идет смотрите еще раз фокуса нету клавиатурные события принимает рутовая окошко потому что больше некому фокус есть обратите внимание он на кнопочке на надписи one да клавиатурные события принимает надпись лейбл и рутовое окошко потому что так установили диспетчеризация нажал тапку фокус переехал на кнопочку quit бит клавиатурные события принимает кнопочка quit и находящийся под ним виджет. Если у вас матрешка виджетов, каждый из которых имеет возможность принимать клавиатурные события, у вас будет вот таких событий сразу несколько. То есть приходят кнопочки, приходят подложки, приходят потому, что под подложки, приходят рутовым окошком. Кто из них обработает, это ваши проблемы. Настала пора ответить Питан Прогу на его вопрос. Читаю вопрос. Допустим, событие клик-мышкой ТК-Интер или ТСЛ откуда регистрирует, что произошел клик? Предоставляет ли операционная система такой API? Операционная система здесь в каком-то смысле ни при чем. Операционная система вообще к мышке имеет отношение очень опосредованное. Представим себе, что у нас есть библиотека ТК, которая как-то работает в каких-то условиях. Эти условия это операционная система, визуальная подсистема, которая на ней накручена. Короче говоря, все то, что отвечает собственно за мышь и собственно за рисование. Если ваша библиотека, ваш виджет сет работает на конкретной графической среде, вот эта графическая среда и предоставляет событие клик-мышкой. Вряд ли графика, которая поддерживает работу с мышью и ее кнопками, не предоставляет такого. Просто это не операционная система, а именно та графическая среда, которая и отвечает за отрисовку и за общение с устройствами ввода. Вот. То есть понятное дело, что вы не можете взять библиотеку ТК-Интер для питона, положить ее под винду и заставить ее там работать. Но если только у вас вся вот эта машинерия с совместимостью обратной, тоже неверно. Вы не можете взять библиотеку ТК-Интер для винды, поставить, положить ее в мак и заставить там работать. Нет. Это бинарные библиотеки, мы об этом говорили. И, кстати сказать, именно поэтому ТК-Интер поставляется, вернее, ТК и ТСЛ поставляется прямо в составе дистрибутива питона, потому что это дистрибутив питона, собранный под конкретную платформу и под конкретный графический движок. Вот. Такие дела. я думаю, что я ответил на вопрос. То есть, да, кто-то снаружи должен предоставить эти события, а ТК-Интер их просто интерпретирует. Что у нас сейчас произошло? Мы поговорили про фокус. Видно, что фокус это такая искусственная совершенно штука, которая, логику которой поддерживает наш виджетсетс. И в случае ТК-Интера фокус отвечает за разные вещи, в частности, за обработку клавиатурных событий. А еще, например, вот за что. Если я сейчас нажму, вот у меня сейчас кнопочка One, в смысле, Label One в качестве под фокусом, я могу нажимать, как я хочу кнопочки. А вот сейчас у меня кнопочка Quit под фокусом. Если я нажму пробел, то я нажму на кнопочку Quit. Видите, нажал. Вопрос. Среда Idle тоже предоставляется под Windows дистрибутивом питона? Да, конечно. Idle входит в состав питона и только в Linux с дистрибутивом и в дистрибутивах его иногда отпиливают просто для того, чтобы не тащить графику вместе с ТК-Интер, кстати. Чтобы не тащить графику в Python, который, скажем, для сервера. Вот. Поэтому, скажем, в 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 входит в пакет питом тулс а ты к линтер входит по моему просто еще давайте я а где он а он часть питона вот входит в пакет под названием python модуль стыка intel но это не значит что он не входит дистрибутив питона просто дистрибутив распилен на мелкие кусочки для удобства использования мы кажется смотрели уже где там собственно сам тк большой такой что-то его не вижу а вот он вот эта библиотека это собственно тс лтк в одном флаконе ну точнее не так а ну да кстати это нет интерфейс между цель и тк тоже тсель и и такая тсель как видите системно используется при сборке и вот да ну собственно именно поэтому именно по это кстати ответ на вопрос о питон прога да вот вот кто предоставляет все вот это это система это библиотеки которые там входят в пакет вопрос от питон прога можно сказать что есть такие слои графическая среда под ней тсель под ней тк интер да да только тсель тк потому что тсель это язык программирования такая это собственно виджет c примерно так вот как ни странно эта штука работает и работает очень неплохо несмотря на наличие явно такого лишнего лишний прослойки в виде тиклевских объектов которые мы создаем значит смотрите я пропускаю сейчас понятие синтетических событий вброс я доделаю здесь сделаю ссылку на соответствующую статью в учебнике там все очень несложно вот совсем если мы успеем то мы это сделаем но я сейчас лучше расскажу про entry потому что это более важный момент значит что такое entry entry это такая штука для ввода текста вот окошечко ввода текста однострочного давайте мы тоже загрязем во вот так давайте мы тогда с событиями временно закончим чтобы был виден вот обратите внимание на то что я к нему привязал все ту же все ту же эту я читал овноча понятно все ту же текстовая переменная вот но в отличие от предыдущих окошечка позволяет что такое в нем внутри редактировать если вы думаете что это простая штука окошечка ввода за написанная за нас с вами то вы жестоко ошибаетесь на самом деле это целый текстовый редактор однострочный у которого есть дофига разных понятий например есть понятие курсор то есть когда вы события нажатия на кнопочку обрабатываете вообще говоря что то происходит с с вашим текстом внутри в том месте где курсор этот курсор надо рисовать его за вас тк рисует есть понятие например перемещение курсора и они работают видите стрелочки работают home home end работают кто-то это за вас делали окей и это можно сделать за вас и вам не рассказывать ну например там не знаю можно есть понятие выделения которое можно удалять да ну и тогда это можно сделать за вас а вам сказать вот ребята волшебная коробочка которую все это уже за вас умеет делать но ведь мы захотим этим управлять может захотим допустим определять позицию курсора менять позицию курсора мы захотим что-то делать например со скроллингом обратите внимание в окошко она не влезла видите почему она в окошко не влезла потому что я стики забыл добавить ты себе вот тут стики добавил произошло бы чуть чуть более интересное вот тогда бы она всегда влезла в окошко значит то есть если мы сейчас смотрим по структуре из чего состоит entry мы видим огромное количество инструментов управления видите естественно раскраска естественно как переключаться между вставкой и заменой нужно ли центрировать нужно ли нужно ли что делать когда кнопочка entry встает в положение ридон или ее можно переключать туда-сюда до нужно ли показывать содержимый или как в случае набора пароля не показывать что происходит когда значит нужно ли ей получать фокус фокус entry конечно получается но можно и не получать чтобы вот она ведь получила фокус вот но можно не получать фокуса если вы не хотите этого ну и так дальше и тогда то есть entry это довольно сложная штука прям целый текстовый редактор с которым можно еще делать всякие вещи смотрите вы можете удалять кусков кусок вы можете вставлять вы можете устанавливать место вставки курсора в определенное место строки вы можете ну короче 5 минут которые у нас остались не хватит на то чтобы на то чтобы разобраться со всем что умеет что умеет input entry то просто почитайте например вот эту статью она совсем коротенькая как присобачить scroll к entry который не может быть шире чем сколько то единственное что я наверное успею рассказать это попробовать по крайней мере имеет смысл это валидация ввода у вас может происходить вот давайте сюда посмотрим у вас может происходить проверка того как правильно ли вы вводите то что вы вводите давайте мы это сделаем давайте мы здесь сейчас скажем ну вот давайте да поступим как написано здесь чтобы не вы не возникло разночтение по минуту же мало осталось до вот как видите сначала нужно вот эту функцию который будет нам замерять валидацию зарегистрировать сделать вокруг нее сделать вокруг нее обертку найти на тикле вот для этого это делать очень просто любое место на самом деле подходит можно писать и можно селф можно и там мастер неважно регистрация происходит в подсистеме tc они в комком конкретно видите что они там пишут сейчас пример 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 регистр дам сейчас мы заставили тк но точнее тисел обмазать нашу питоновскую функцию да точнее мы заставили так а интер обмазать наш питонскую функцию дамб тисельным интерфейсом после чего можно смело привязывать вот эту вот полученную штуку только здесь вот давайте кстати напечатать там будет какая-то строка вы увидите вот а вот теперь мы можем взять и валидеет команд поставить да значит ok сел . ем валидеет команд обратите внимание на два различных варианта обращения к полям полям наших объектов тесельных мы можем их создавать при старте мы можем вместо этого вызвать метод конфигуре который это сделать а можно местами это конфигуре сделать вот так вот это как-то выглядит слегка получше вот и тут передается тюпль это собственно что дампится а вот здесь вот передаются список ситуаций в кат при которых этот дамп происходит вот они это они они д дили шин и insertion п ну короче всякие штуки ну что они там советуют д и с ну пускай будет шмяк что-то не работает ага значит функцию зарегистрирована выглядит вот так а вот вот обработчик чет не лям не обработчик у нас давайте попробуем тогда сделать вот так вот вот здесь вот сделать ее вот так вот а здесь ее написать так время наше закончилось сейчас я все-таки заставлю эту фигню работать чуть и не нравится а нам надо сказать что именно валидировать а спасибо большое я не дочитал давайте обратно когда мы создаем мы говорим валидировать все ну-ка а отлично что-то как-то она у меня один раз сработало и все ну ладно так время у меня вышло давайте вот что я чтобы не тратить время сейчас я просто напишу конка короткий пример с этим валидейтом вот пользуюсь вот этой штукой работающий в плане лекций сейчас я отвечу на последний вопрос ну если есть вопросы еще задавайте как я вставляю из общего буфра в вим послушайте ну вим же это текстовый редактор да в нем средней кнопкой выделил вставил тут есть правда одна одна странная одна странная штука сейчас я про нее расскажу значит смотрите в вими может быть включена поддержка мыши если вими включена поддержка мыши то там происходят некоторые неудобные вещь вот тут то понятно я выделил вставил выделил вставил вот это неудобная вещь состоит в том что когда вы будете манипулировать мышью у вим будет от транслироваться в свои команды да там выделение вот это все поэтому я по умолчанию выключаю поддержку мыши вообще всю кроме буквы х почитайте да то есть у меня нестандартные настройки вима в которых интерфейс между вимом и мышью практически отключен и поэтому все работы с текстом выглядят просто как обычные текстовые операции вот соответственно ну вот значит кроме того вими есть два специальных именованных буфера которые сейчас я вспомню как это выглядит буфер плюс это буфер короче нет опять таки время у нас нету почитайте в документации вими есть два специальных именовинах буфера буфер плюс буфер кажется звездочка один из них отвечает за то что называется то что он то что один из них отвечает за то что называется selection то есть прямо отметил и средней кнопкой вставил отметил вставил вот другой из них ответ отвечает за то что называется клипборд участвуйте то что же такое копировать и тогда вот здесь вот можно написать вставить вот буфер плюс отвечает за кипборд а буфер видимо звездочка отвечает за селекшен вот поскольку у меня поддержка мыши выключена практически в ноль у меня клипборд работает сам собой а селекшен работает через меню вот но есть много разных других способов это все зависит от настройки вима просто меня так удобнее чтобы в разных видах вима с поддержкой мыши без поддержки мыши у меня не возникало различных поведений не могу ответить на вопрос будет ли в будущем что-то кроме питона вот что-то новое кроме питона потому что смысла его не понимаю видимо видимо вопросы закончились вот значит домашнее задание мне написать пример для синтетических событий и написать пример для для валидации потому что у нас он не заработал обратите внимание что в прошлый раз появилась домашнее задание у него дедлайн до понедельник по по моему по просьбам трудящихся продлил дедлайн во все я устал уже соответственно не забудьте что домашнее задание делать надо домашнее задание по сегодняшней теме тоже будет я его еще не придумал соответственно сегодня завтра оно появится соответствующим дедлайном вот для оценки домашнее задание будет как-то учитываться как именно не знаю потому что конечно же основная основная ваша работа это семестровый проект вот я не знаю для того чтобы мне что-то рассказывать про какой-то язык программирования мне нужно на нем в общем работать питон в свое время хорошо зашел в качестве такого места где можно по-быстрому что-то набросать на коленки вот поскольку я не занимаюсь промышленной разработкой в больших масштабах соответственно я знаю только те языки на которых мне приходится подписывать вот если я встречу какой-то язык на котором мне придется подписывать вот и это будет не питон и не си и там да то у нас тут уже открылся чатик по поводу популярности языков хорошо все всем спасибо в следующий раз мы заканчиваем тока интер я надеюсь или даже а временно его отложим а поговорим про что-нибудь новое а протока интер протока интерские извращения поговорим тогда когда будет на это время и продолжаем про взаимодействие друг с другом в рамках гид-репозиториев вот на этом все вот всем спасибо и до новых встреч